здравствуйте друзья доброе утро у нас сегодня так с иммиграционного фронта новость может искать полу новость администрация работает сегодня над тем ну продолжает работать над тем чтобы как бы так сказать ущучить у насекомить иммиграцию ну как по возможности в принципе иммиграция регулируется законами но в рамках этих законов можно там скажем всякими инструкциями там и так далее как-то вот варьирует кроме того всегда есть очень много разных условий это сложные системы и и суды например или иммиграционные офицеры они даже из того что написано какие-то вещи они может быть больше внимания на них обращают на какие-то меньше и так далее то есть всякая система она может подстраиваться на уровне административного такого регулирования нежели допустим законодатель а дальше есть суды вот если администрация в своем толковании куда-то уходит вот тогда вступает в силу суд и суд говорит вот это поправить вот так так работает значит сегодня есть помощник президента сша такой фамилиевый миллер он то что называется иммигрейшен hardliner такой сторонник твердой линии такой жесткой линии в инграционных вопросах и вот от него очень многие вещи идут в частности сейчас хотят сделать такой наезд то есть законопроект есть он даже опубликованный законопроектом инструкции все это опубликовано там ходит по разным департаментом государственным потому что всегда когда что-то такое делается оценивается потенциальный ущерб как бы от судов там от каких-то всяких вещей и ну ну как бы ты можешь прийти с чем-то но он может прийти с чем-то дальше всякие департаменты начинают с этим делом работать и так значит где-то выхолощивают где-то наоборот ну по всякому вот уже там чуть ли не с марта месяца ходит вот это вот решение которое пока еще не принято но вот 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 оно должно прийти судя потому что так сообщают это не на первых полосах это где-то так там но есть есть об этом пишет идея вот чем значит есть такая фишечка которая называется public charge то есть оказаться на шее у общества да то есть вот как бы повиснуть искать на шее у общества public charge и не во всех видах иммиграции но в основном вот за исключением за исключением беженской человек как бы берет на себя обязательства не обращаться за вот этой самой государственной помощи то есть мы его не для того везем страну чтобы он тут на вэлфер сел а мы ведем для того чтобы он так устраивался жил там и так далее но не наше и общество находился то же самое вот с лотереей можно сказать да то есть известно что даже в хорошую экономику когда казалось бы работы полно на каждом шагу у нас там чуть ли не половина лотерейщиков оказывается на вэлфере там в течение буквально первого месяца при приезда в страну и вот вот против этого нацелена ну как нацелена речь идет о том чтобы не давать green card или скажем так сильно усложнить выдачу green card и гражданство в последующем получение гражданства теми людьми которые оказалось что они вот висят так сказать на шее у общества собственно в этом нет ничего такого принципиально нового то есть как бы предполагалось что в этот момент могут быть неприятности это как бы раньше был но тут только такая что очень широкое сделали толкование предлагается очень широкое толкование что так того чем можно воспользоваться для того чтобы считалось что ты сел на шею обществу давайте за дорогу переверну камеру как именно ты сел на шею обществу например считалось так что если ты участвуешь допустим получаешь денежные пособия вот на вэлфере да то ты сел на шею общества а если ты получаешь футстэмпы например то ты не сидишь на шее общество то есть это нормально это не не наказуемо или например есть какие-то программы там для ну скажем здравоохранения для детей вот вы бедные и ваши дети оказались на этой программе то есть этот если программа федеральная то это нарушение а если программа уровня штата вот допустим в калифорнии есть программа да то она как бы не считалось что ты на шее сидишь а теперь они предлагают это считать вплоть до того что считать сидением на шее у общества участие в программе обама кер потому что она субсидированная и они видят вот но они хотят так делать вот ты был в обама кере вот мы теперь тебе гражданство не дадим там такого плана или у тебя будут неприятности насчет дадим гражданство или грин карту или не дадим гражданство или грин карту там формулировка такая знаете которая позволяет делать все что угодно то есть они говорят так мы оставляем это на усмотрение тех сотрудник которые принимают решение есть госслужащие которые работают в этой системе и которые принимают решение удовлетворить или там не удовлетворить ваше ходатайство по поводу получения грин карты или получения гражданства там по истечении какого-то там срока время скажем до 5 лет без грин карты вы можете подать на гражданство и вот эти люди которые решения принимают им даются полномочия то есть еще раз у них и раньше были полномочия но у них были другие инструкции и у них не было такого широкого набора программ который предлагается сейчас чтобы это считалось вот значит висением на шее у общества а в чем собственно проблема здесь по настоящему проблем то есть мы все понимаем что висеть наши сидеть на шее общество новый иммигрант он для этого как бы не душ то есть это понятно то есть беженцы отдельная статья то есть их над их спасают они приезжают у них ничего с собой нету они не знают языка и вот в общем как-то они там на этом был пересидят ну ну понятно им нужно время освоить то есть как бы не никто на беженцев в этом смысле не катит но вот другие виды иммиграции вот в частности те которые обязались не быть public charge и грин карт лотерея в этом смысле далеко не не самая большая так сказать проблема не самый мощный канал ну тем не менее значит получается такая история человека выпускают страну вот изначально в это выиграл лотерею приходит на интервью в посольство муж жена семеро детей даже даже четверо образование средняя школа у одного а у другого никакого вот какие-то там не за верующие люди там вот детей значит шлепают работу не соответственно такая попроще там мать сидит вообще дома с детьми одет там что-нибудь такое делает я не знаю что работяга и вот они приходят им государственный чиновник говорит пожалуйста пожалуйста проходите соединенные штаты но он же понимает что они сразу сядут на волка или это кем надо быть вообще это что надо phd по математике иметь что их прям на волкеры берут посмотрите вот на город сакраменто например не только вот посмотрите на на те места где допустим много верующих как они там обустраиваются поэтому значит ну еще раз если верующие ехали по беженской эмиграции то как бы климет нет претензий но это это же не только те кто беженцы правда то есть в основном речь идет не о беженстве и есть ситуация когда человек он до он въезжает страну у него может быть и деньги есть может быть он даже никого не пытался обмануть потому что если он пытался обмануть это совсем другая статья это это уже иммигрейшн фронт то есть он говорит у меня есть деньги а у него денег нет это пошло поехало это отдельная статья другая статья когда у него деньги есть но он их спрятал и делает вид что он не имеет денег идет на вэлфер это этот это другой фронт это другое мошенничество же не иммиграционная а такое финансово но теперь представьте себе ситуацию человек приехал у него есть сколько-то денег собой не там 15 тысяч вот их там двое или может быть трое у него есть какие-то деньги но тыр-пыр туда-сюда не все люди шустрые не все люди хорошо устраиваются не все люди адекватные я уж извиняюсь но ну правда не все и любой из нас оказавшись в какой-то ситуации которая для него необычная может легко оказаться на стороне неадекватность кто-то там допустим морально такой стойкий а кто-то вот у нее у него впадают в депрессию того что он не выходил из нее в своей жизни никогда пройти и вот этот человек приехал с 15 тысячами или даже 25 вдруг там проходит три месяца а у него уже нет денег ну просто нет не соображает чек не все люди в состоянии не только зарабатывать но даже удерживать те деньги которые на них упали откуда и вот он значит оказывается такой в таком положении а у него ребенок а если два таким чок голодать теперь они не должны допустим по обращаться подавать значит и тогда а если заболел кто-то но действительно бывает что заболел так что ему не 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 ходить не не лечиться что в то время как есть система которая позволяет лечиться даже если тебя денег нет и страховки нет тогда не лечиться что делать умереть поэтому всякая много-много-много лет настраиваемая система а иммиграционная система у нас но в таком виде как она сейчас где-нибудь года 66 то есть понимаете да чем речи речи это 50 с лишним лет но последние изменения были сделаны где-нибудь году там восемьдесят восьмом там восемьдесят шестом я уже так немножко разбиваюсь но ну хорошо но тоже много тоже тоже 30 лет вот мы в такой системе живем она много-много лет настраивалась по кусочку папа чуточки пока по колесику по винтику и можно конечно выдернуть из нее кусок но тогда получится что все остальное в нарушении нарушаются законы там разных штатов например скажем в калифорнии да вот ты можешь получать эти пособия даже если ты когда-то например обязался не не быть там на шее у государства раньше когда люди шли там ну разбираться вот попадали скажем ситуацию когда им говорят ну-ка ну-ка давай-ка мы на тебя посмотрим такие ситуации бывают и я разговариваю с иммиграционными адвокатами на эту тему вот что там происходит в этот момент они говорят ну понимаешь говорят вот они смотрят на человека и говорят что с ним было вот он приехал у него были деньги но он их там как-то потратил но там был четыре месяца на вэлфере потом нашел работу потом значит стал хорошо зарабатывать потом жена пошла работать и вот они сейчас у них все хорошо вот сегодня у них все шикарно они адаптировались они подучили язык они хорошо зарабатывают ни у кого на шее не сидят и даже наоборот вот тогда офицер говорит но нет проблем если он видит что человек сошел с самолета через неделю оказался на на вэлфере вот и сидит на нем и сидит и сидит и сидит и приходит через пять лет говорит дайте мне гражданство тогда он может вот как-то там вплоть до того что там скажем возбудить там что-нибудь связано с депортацией то есть это всегда было но просто случаи такие были исключительно редкими я помню ураевский на форуме говорим проезд как-то ссылку приводил что примерно раз примерно 1000 человек в год 1000 человек в год теряли свои green карты из-за того что оказывались на шее общества но происходило это в тот момент когда они выезжают он приехал сел на вэлфер так подкопил денег там туда-сюда и едет навестить там я не знаю что маму не знаю в гондурас или там допустим в узбекистан не имеет значения в другую страну заграть за пределы сша выехал и вот он въезжает потом в сша а на границе они смотрят и говорят ну-ка 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 нет 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 езжай отсюда вали вот вот такие случаи вот он там приводил ссылку где решила о тысячи человек в год но это было довольно давно я не знаю как сейчас с этим то есть как как какое-то применение этих правил существовало и правило существовали то есть речь идет только о том что они сейчас хотят усугубить с одной стороны и они хотят расширить круг а тех публичных программ общественных программ социальных программ расширить круг тех программ которые деквалифицируют человека дисквалифицируют его и вот тут уже конечно мы мы влетаем очень-очень много потенциальных конфликтов со всевозможными законами правами и так далее это то почему с марта месяца все это крутится и до сих пор никуда не пришло в том смысле что до сих пор не не опубликовано и не не приведено так сказать состояние исполнения потому что очень много конфликтов там возникает то есть нормальному человеку даже в голову не придет сколько разных конфликтов может возникнуть при попытке сделать что-то что может быть даже имеет большой смысл но дальше начинается вот все остальное так потому что вопрос не только в том имеет ли это смысл авто вопрос том как они это делают и исторический как бы опыт говорит о том что административные органы государственные органы чиновники так бюрократы никогда ничего не сделают так чтобы было правильно и хорошо то есть какая бы ни была политически проработанная так сказать идея которая поддерживает общество там и так далее и так далее когда дойдет до внедрения этого всего на уровне чиновников и бюрократов это превратится в свою противоположность и будет во вред обществу вот как было с велфером например свое время да то есть как бы начиналось так хорошо поддержать там людей которым ну трудно в данный момент дальше это превратилось в образ жизни для уже там трех поколений поэтому они по-другому не могут чиновники по-другому не могут они обязательно сделают так чтобы всем сразу стало плохо все это под разговор конечно о том что надо сделать хорошо и под разговор о том что если получилось плохо то это не из-за них а это абсолютно из-за других людей которые вот всегда из-за них все плохо счастлива друзья и и и и